добрый день дорогие друзья дамы и господа подписчики гости канала сегодня воскресенье 11 апреля 21 года я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем говорить о политике и так сегодня я решила сделать этот сегмент в продолжение предыдущего потому что мои надежды сбылись и в нашем распоряжении есть некие утечки информации о том что происходит в эти дни в мару-лаго паун-бич флорида не потому что именно там в эти дни проходит собрание доноров республиканской партии сша и намечаются важнейшие тенденции в политической жизни америки потому что как вы знаете мару-лаго теперь это альтернативный центр власти и именно там формируются тенденции которые будут оказывать колоссальное влияние на американский политический ландшафт следующие два года и даже в следующие десятилетия и так о чем там шла речь потому что я буду цитировать газету вашингтон пост это солидное американское издание они ссылаются на свои источники информации на одного из участников этих мероприятий я приведу сюда ссылку под это видео я выложу ссылку на эту статью я считаю что она заслуживает того чтобы с ней знакомиться но конечно это не единственное издание не единственная статья которая цитирует свои источники о том что в эти дни происходит мару-лаго оказалось что президент трамп выступал первый раз перед донорами еще 8 апреля в четверг а потому что основное мероприятие на 400 человека на банкет на 400 человек было намечено на прошедшую субботу но газета вашингтон пост цитирует именно его речь цитирует именно то что произошло 8 апреля в четверг речь состояла из двух частей первая из которой из которых была посвящена причинам по которым партия несмотря на то что она фактически выиграла прошедшие выборы двадцатого года но формально она их проиграла этот президент трамп уделяет колоссальное при уделил колоссальное внимание отсутствую подлинного лидерства у республиканцев на ключевых постах потому что он приводит примеры двух политиков у которых руках была сосредоточена колоссальная власть которые не воспользовались этой этим положением для того чтобы защитить интересы своего лектората защитить интересы партии а пошли по пути наименьшего сопротивления то есть они отказались добровольно от той власти фактической которая у них была в руках и сдались демократам первый эпизод это мич макконнелл который поздравил первым из такого уровня политиков потому что до него все республиканцы в общем-то молчали но он подал сигнал он был первым как лидер сенатского большинства который поздравил джо байден и камалу харрис с победой и после этого момента было очень сложно повернуть события вспять то есть это было началом некого раскола у республиканцев ответственность за который за который президент трамп возлагает на мич макконнелла которому так и называют сукин сын и он также называет его тупым поскольку это все литературные слова и я цитирую газету вашингтон пост я повторюсь что он говорит о миче макконнеле как о тупом сукином сыне потому что де-факто мич макконнелл является частью того вашингтонского болота который вознамерен вознамерился который был намерен осушить президент трамп потому что эти люди отстаивают свои интересы партийные аппаратчики и они целиком и полностью оторваны от своего электората они уже не руководствуются интересами американцев а своими интересами когда предпринимают те или иные действия президент трамп об этом не говорил но я вам напомню что взять помеча макконнела ведет судостроительный бизнес и его основным заказчиком является компартия сша поэтому конечно у мича макконнела намного больше интересов совместно с джо байденом и с его сыном хантером чем с республиканской партии но не только потому что второй элемент второй эпизод на который ссылался президент трамп эта ситуация с майком пенсом который также как и меч макконнелл не присутствовал на этом собрании доноров во флориде то есть это настоящий момент де-факто некие изгои в партии потому что у них очень периферийное положение вернее точнее у майка пенс и периферийное положение а у митча макконнела просто положение изгоев партии потому что уже открыто консерваторы и республиканцы обвиняют его в том что он сделал и по сути он предал интересы партии и второй эпизод я вернусь к этой теме второй эпизод это конечно решение майка пенс отказаться от борьбы потому что у него тоже в руках было концентрировано колоссальная власть как у президента сената он мог требовать в рамках той власти которая у него было аудита потому что нет такого закона в сша который приказывает вам который предписывает вам покрывать мошенничество наоборот все законы сша предписывают людям немедленно сообщать о мошенничествах о нарушениях о преступлениях потому что если вы этого не делаете по законам всех штатов вы становитесь подельников поэтому те софизмы то что предлагается демократическая партия говоря что у майка пенса не было права не утверждать конечно это полный нонсенс потому что он пошел по пути формализма он не стал смотреть в суть вещей и он пошел по пути наименьшего сопротивления то есть эти примеры президент трампа то есть митч макконнелл и эпизод с майком пенсом президент трамп приводил свои речи как примеры того что большой проблемой республиканской партии является присутствие большого количества формалистов на ключевых постах и партия должна перестроиться она должна реформироваться реорганизоваться чтобы ключевые позиции занимали подлинные республиканцы которые действительно будут отстаивать интересы электората это одна из тех тенденций которая была намечена на этом мероприятии как мы понимаем все источники информации достаточно скупы потому что это республиканцы то есть они поделились той частью информации которые они сочли возможные поделиться мы знаем также что будут и банкеты или уже провели провели банкеты и сенатор энд пол и бывший бывший пресс-секретарь президента трампа сара сандерс которая в эти дни объявила о своей амбиции стать губернатором штата арканзас как вы знаете она дочь губернатора то есть она потомственный политик и там также присутствовали многие другие как скажем сенатор рубио который тоже дал благотворительный ланч я приведут вам цены которые приводит газета в ужинтон пост что каждое место на таком ланче на таком обеде стоило от 100 тысяч долларов то есть это мероприятие это банкеты не просто как в клубе литераторов в романе булгакова не они просто для того чтобы люди собрались приятно провести время поднять бокалы это мероприятие для того чтобы доноры вкладывали свои средства в республиканскую партию и они будут вкладывать средства вот в эти тенденции которые политики будут там заявлять конечно мне лично очень интересно что будет говорить рэнд пол я надеюсь что будут также некие утечки информации для того что он говорит потому что это необыкновенно интересный политик мыслитель и он из один он один из тех людей которые формируют лицо республиканской партии сегодня также конечно есть и другие лидеры в частности я тоже считаю что и на марку рубио являются одним из таких лидеров тем более что он во флориде что будет говорить десантис я думаю что конечно нас ждут еще новые утечки но на этом я закругляюсь потому что я считаю что достаточно сказанного для того чтобы это обсудить мне лично очень интересна эта тема очень интересны эти тенденции следующая тема которую я заявляю я сделаю это видео также сегодня о событиях следующей недели в сша там также намечаются весьма знаковые события в палате представителей о которых нам надо знать и которые я считаю нам необходимо обсудить всем приятного воскресенья и я жду ваших комментариев